Ответ на видео о маразме, как на самом деле всё было в танках онлайн. Ну а тут нужно просто поставить лайк каждому, кто когда-либо играл в танки. Ну да, так просто. Просто лайк, всё, да. Приятного просмотра. Всем привет, друзья, с вами BigTanks и только что я посмотрел видео от маразма о его игре детства, танках онлайн. Видео уже набрало 500 тысяч просмотров. Это тот момент, когда танки онлайн вышли в тренды ютуба. Ё-моё, за сколько лет? И, собственно, я посмотрел видос реально классный и я решил сделать дополнение. Ответ, что на самом деле случилось с танками онлайн, начиная с 2009 по 2021 год. Ну, потому что хоть и подача всё равно была классная, но в видео присутствовало много недостоверной информации. Так что нужно это дополнить. Присаживайтесь поудобнее. Сейчас будет очень много интересных фактов. Приятного просмотра. Со мной, кстати, в конфе Лимончик. Всем привет. Тоже олд танков и, ребят, кстати, я играю на флэше прямо сейчас. Не спрашивайте, как я зашёл, хотя сейчас 2021 год на дворе и работает только HTML5 версия игры. Вот такая вот, где странный интерфейс. Но мы к этому вернёмся. Сейчас меня Лимончик даёт прыгу и... Вы, кстати, да, заметили, что тут никакой у меня танчик очень странный, да? Что-то как-то не для 2021 года. Игра настолько сильно поменялась, что установив старые скины, старый танчик, по сравнению с новым, как-то слишком убого, замылено, как-то странно смотрится. Но моя олдовская, мне кажется, по щеке слеза уже потекла. Собственно, вот, 2021 года танчик. Стрельни. Давай, тут анимация у нас тут выстрел. Рельса тут какая-то опасная. У меня же просто обычная Хуэль Рельс 2011 года. Ну, вот, собственно, и до ребаланса. Ну, и на фоне, кстати, будет дуэль танка 2011 года и танка из 2021 года. Всё, разъезжаемся, короче, погнали. На песочнице играем. Вот, солдов, во-первых, прямо сейчас по лайку, да, потому что я на флэш еле-еле зашёл. Начнём с того, что игра появилась в 2009 году. Это дата создания. В 2010-м, кстати, добавилось 4 пушки и 4 корпуса. То есть так мало было. Сейчас их вообще там по дофигище. Также, вот как вы думаете, какая была первая карта? Не песочница, кстати, которая самая популярная, а Трибют. Лимончик, знаешь, что такое карта Трибют? Она, кстати, в матчмейкинге тоже есть. Вот, Трибют, самая первая карта. Даже демо-версия игры была. Ну, очень-очень странно, где танки вообще не были похожи на танки онлайн, которые сейчас, какие-то были тетрисные танки, и они были именно на карте Трибют. Соответственно, первый макет вообще, скажем, карта вообще первая, это была Трибют. В 2011-м году, весь год, разработчики анонсировали танки 2.0. То есть, представьте, в 2011-м году разработчики уже думали над танками 2.0. И в этот же год добавили пушку, петушиную такую пушку. Ну, для кого как, но сейчас ещё более-менее адекватно. Но раньше это была петушиная пушка. Шафт, да, совершенно верно. Много у кого, наверное, такое в голове про то же представление было. Да, Шафта, вас про Шафты, привет. Шафт, в 2012-м году, 28 марта, разработчики игры официально заявляют о прекращении работы над танками 2.0. То есть, в 2011-м речь пошла о танках 2.0. Типа то, что вот, новая графика, все дела. В 2012-м всё, уже отказ от этого. Но при этом, кстати, даже сейчас остался сайт, мини-демо-версия танков 2.0. Я, может, в описании оставлю. Графика намного лучше. И сайт как бы просто остался 2012-го, получается, года. И ничего с ним не случилось. Игры в итоге такой не появилось. 2.0 мы не увидели. Также в 2012-м критическое обновление это ребаланс. Это злостное обновление, после которого много кто ушел из танков. Допустим, я в этот момент пришел в танки, а в этот момент много кто ушел. Миллионы начали уходить, особенно взрослая аудитория. Друг моего дяди состоял в клане в каком-то, в танках онлайн. Клан какой-то был ещё в то время. Какие-то дикарели были. Раньше это киберспорт. Такой был дикарели, а не корели, который сейчас мы рубимся. И очень-очень давно, вот когда я, получается, приходил, он играл, да. И как только я пришел, он и ушел сразу же. После ребаланса. И причина ухода была ребаланс. Вот я тоже даже сейчас помню. Но я пришел, мне все нравилось. Тогда, кстати, пушку можно было купить вообще. Там гром с какого-то там бригадира, да. А смока, там твинс, даже твинс М3 можно было купить на сержантике. То есть, как бы, немножечко разные были доступности вооружения. Сейчас как-то это всё попроще. Мы, кстати, ребята, к поверхности проходим. Самые-таки критические обновления. Так что, если что пропустим, пишите в комментарии. Это будет очень интересно почитать. Указывайте. В 2013 году изменили экономику игры. Тогда, когда... Тогда, когда, да. Голд был раньше не тысячу, как сейчас, а 100 кристаллов. Все, наверное, помнят. Олды точно уж. Когда голды были по 100 кристаллов. И ещё падали там на 700 фонда, да. Всё было умножено на 10. То есть, если сейчас это сколько там? Тысяча кристаллов. Раньше это было 100 кристаллов. Ааа. Да? Да, да, да. И, кстати, появились в то же время МПК. То есть, микропрокачки. Это было что-то новое. Когда для пушки можно было прокачать скорость поворота башни. Урон. Что-то там дальность. Ну, короче. Очень много позиций. И очень... Это было реально прикольное обновление. Раньше тогда, я помню, тоже играл. И мечтал прокачать всё себе на фон. Но, естественно, у меня столько не было кристаллов. Всё остальное. Лимончик, что ты приуныл что-то? Вот. Дальше. Переходим в 2014 год. Это уже что-то посвежее. В этот момент я... Помню, купил себе там комплекс мамонта твинцом М3. И задонатил. Это был мой массовый, такой, серьёзный донат был в это время. В общем-то, 10 июня. Разработчики перешли. Это был, короче, окончательный переход танков онлайн на Старладер. То есть, Старладер это такая кибиспортивная площадка, да. Многие помнят, как смотрели... Смотрели всякие турниры, да. Разработчики всех призывали идти там на Twitch, да. Смотреть турнир. И если там соберётся какое-то количество онлайна, то у нас там будут повышенные фонды. Соответственно, это был тот момент, когда реально танки прям... Ну, довольно-таки были на пике. Тогда онлайн был 130 тысяч, наверное, где-то, или 140 тысяч. Ну, короче, самый-самый-самый пик танков онлайн был в 2014 году, когда ещё и был Старладер. Также, что было? Зависимая активация припасов. То есть, раньше как можно было до 2014-го? Можно было включить сразу три припаса. Там, броня, нейтра, ДД-шка, да. Вот. И сразу с тремя припасами сразу идти в бой. Ну, а разработчики сделали так, что... Сначала броня, ждёшь там 20 секунд, там КД-шка, да, какая-то. Потом ты включаешь либо нетру, либо ДД-шечку, да, двойной урон. Ну, короче, это много кому не понравилось, потому что все привыкли к чему? Привыкли, что респишься, три припаса, ба-бак, особенно на голде, да. Вот, кто вспомнил, как это было раньше, на голде. Блин, лимончик тут пользуется, когда я тут рассказываю, пользуется моментом, я вообще фигню делаю. Так что, ребят, не обращать внимания. Голд, все там сразу, мамонта, кинецы, мамонта, фрезы. Фулл, нарк, ба-ак, всё, готово. Аптека ещё тогда хилила сразу, ну, то есть, там, несколько секунд. То есть, тебе там урон проходит, она тебя продолжает хилить до фула. И в итоге ты там вообще фуловый в итоге оказываешься. Кстати, пушку добавили, молот, в тот момент. Я помню, это вообще было очень жёстко. Да, также добавили краску. Что-то, магма, по-моему, и тигр, это были резисты от молота. И добавили не сразу. В 2015 году добавились заданки, прем, кстати, покупку према, тест-драйв в вооружении. Кто помнит тест-драйв в вооружении, когда ты заходишь в бой, а тебе предлагают протестировать, там, мамонт М3, который у тебя вообще нет. То есть, у тебя там он и в ноль, или вообще не куплен, а тебе хопа, М3. И ты играешь весь бой с мамонтом М3. Большинство шло на тестовый сервер, конечно же, где там были миллионы кристаллов, можно было тебе всё, что угодно позволить. Но, о, ты стреляешь без засвета. Вот, но тест-драйв, конечно, помогал тоже проверить пушку там какую-то, да, и вообще стоит её покупать или нет. И в этом же году танки ушли со Старладера, отказались от сотрудничества, странно, по каким-то причинам. В общем-то, нехватка средств, слишком дорого это было всё поддерживать, возможно. В этот момент, кстати, для меня, как ютубера, появились Спаси Голды. Я, правда, тогда ещё не начинал снимать танки онлайн, я пришёл в 16-м, но в 15-м появились Спаси Голды. Был ютубер Абрикос, он, который придумал Спаси Голд. Набивали Голдик, да, звали там какого-то чувака, который заснимет это, и снимали рубрику. То есть, да, это всё случилось. В 2016-м году, кстати, разработчики добавили тему на фоне вот этих Спаси Голдов популярных, да, самопопулярную рубрику вообще в игре, Голды в продажу. То есть, можно было купить золотой ящик, как и сейчас это есть, покупка Голдов. И в тот момент, я считаю, Голды полностью обесценились, потому что уже каждый мог себе там купить, и там где-то там это. И в этом же году вышло обновление с разделением резистов от красок. То есть, уже нельзя было ставить какую-то краску, а с ней уже был привязан резист. Были отдельно модули и отдельно краски. Я считаю, что это прикольное было обновление, потому что сейчас это реально годно, и не нужно там привязываться к какой-то краске, к определенным, да. Также появились устройства для пушек и новое звание Легенда. То есть, раньше у нас было до Генуса. Вообще, изначально было до Маршала, потом до Генуса, и вот в 2015-м году Легенда появилась. Я тогда получил очень красиво на, по-моему, Форт Ноксель. Такой вообще очень крутой видос. Я тогда начал снимать более-менее уже танки онлайн. Более-менее активно. Танки Икс, то есть, был такой анонс игры, вроде как, либо ЗБТ, либо что-то, но лучшая версия танков онлайн появилась примерно в это время. Это 16-й год, да. В 17-м году добавили Магнум. Собственно, Магнум, это была та же самая артиллерия. Добавление первой анимашки Флоу. Первая, самая первая анимированная краска. Это была Флоу, помню, еще Касим ее анонсировал. Там что-то даже разыгрывали. Кстати, анимированные краски, это круто. Реально, когда они добавились. Добавление овердрайвов тоже было в 17-м году. Овердрайвы, это они изначально были как звездочка, которые давали просто фул нарку. То есть, это была аптека, да? Аптека и плюс фул нарочка. Там минка ставилась, нитра, броня и ДДшка, то есть, двойной урон. Они одновременно все активировали. И, кстати, тогда мне очень даже нравилось. Мне нравилось то, что, реально, ты ждал какого-то своего тиммейта, потому что знал, что у него есть там звездочка, да? И он сейчас тебе поделится, даст тебе нарку и вы пойдете сейчас атаковать. То есть, было очень динамично. Реально, была динамика, потому что у всех была там нарка. Ну и после 17-го года стали выходить обновления, которые не всем нравились. И было очень много споров. Просто вот 17-й год стал решающим. А вот в 18-м случилось что? Во-первых, добавили контейнеры. Вот такие вот контейнеры. Самый первый вот такой был, обычный зеленый, да? Потом их миллион появилось разных. Ультра, Коинбокс и прочие-прочие XT. Вот, но, собственно, добавили контейнеры. Довольно-таки прикольное обновление. Особенно, когда можно было их зарабатывать, а не только покупать. Вот, также добавили дроны. Ну, весьма печальное обновление. Даже сейчас не все могут себе их позволить. Донат не такая тема, я считаю. Тогда же появился матчмейкинг в игре. Тоже сомнительная обнова. И даже сейчас, я не знаю, что происходит с матчмейкингом. Мы, как видите, играем в пробитве. Потому что, если пойдем в матчмейкинг, это будет просто какое-то аниме непонятное. Вообще не знаю, что там будет. Потому что разброс званий большой. Карту ты не можешь выбрать. Ну, короче, матчмейкинг это проблема, да? В данный момент Танков Онлайн. Также, кстати, в этот год добавить челленджи. Выполняешь челленджи, как в многих играх, да? Получаешь контейнеры, краски, устройства. Ну, в общем-то, много всяких интересных штук. В 2018 году добавили еще ТОМОБАЙЛ. Крутая обнова, я считаю. Ну, как, релиз ТОМОБАЙЛ. Все ждали мобильные танки, наверное, с какого-то 2013 года, когда их примерно анонсировали. Реально, прошло фиг знает сколько времени. И, наконец-то, ТОМОБАЙЛ добавили. Но, сейчас 2021 год. Здесь только на Android. На iOS до сих пор еще не добавили. В 2019 году закрыли Танки Икс. То есть, они просуществовали 3 года. И в 2019 там вышел пост от разработчиков. Все, игра закрывается. Ну, эх, Танки Икс, конечно, реально жалко. Потому что крутая была игра. Особенно по графике. Также добавили овердрайвы для всех корпусов. Когда появились там бомбы для васпиков. Стопы для хантеров. Купола для титанов. Ну, в общем-то, каждый корпус получил свою суперспособность. Ну, и добило 2019 год добавление HTML5 клиента. HTML5 интерфейса. О, господи. Я даже сейчас ненавижу интерфейс HTML5. Также и в бою, и гаража, и всего остального. Просто максимально убогий, максимально неудобный. Но приходится играть. Ну, как бы, можно еще на флэше. Но это очень сложно. Но все-таки интерфейс HTML5 это просто пипец. Максимально убого. В 2020 году изменено количество модификаций. Вместо M1, M2, M3. M0, M1, M2, M3. Добавили MK1-MK7. То есть целых 7 модификаций. Это просто нереальная жесть. И много кому тоже не понравилось. Кстати, тогда еще и удалили визуальные текстурки. То есть уже нет M0, нет M1 там, да. Вот этих вот разных скинов для модификаций. Сейчас у всех только один скин. Последний модификаций. То есть MK7. Кстати, добавили ящики с капсалами. Которые все так долго просили. Добавили также три летающих корпуса. Орес, Хоппер и Крусейдер. Кстати, Орес мы ждали сколько? Года, наверное, в полтора. Анонсировали в 2019. Каком-то в итоге вышел в 2020. Там в конце года. Ну, короче, безумно долго. Но, не знаю, ничего по поводу летающих корпусов не скажу. Хоппер и М2. Хоппер прикольный. По поводу остальных, особенно Крусейдера, я думаю, есть смысл вообще просто промолчать. В 2021 году. То есть сейчас. Что у нас сейчас? Сейчас у нас удалили флэш. Дальше добавили осколки. Это такая тема, новая валюта, которая фармит контейнеры. То есть набирается в сутки 100 осколков. И ты можешь их забрать. И 100 осколков это один контейнер. Это, кстати, крутое обновление за последние годы. Довольно-таки реально прикольно. Потому что это бесплатный фарм контейнеров. А из них падают иксти, устройства, анимашки. Ну, короче, все, все, что есть в игре практически. Еще, наконец-то, разработчики занялись перерисовкой всех скинов вооружений. То есть вот как у лимончика сейчас хорели HD. Анимированное, все красивенькое. Не то, что вот сейчас вот у меня, да. Все печальное, замыленное. То есть это тоже такое довольно-таки прикольное обновление. Потому что, наконец-то, мы дождались. Сейчас сделали смоку, рельсу, хорнет и хантер. Вот только что, вот недавно добавили. Круто! Вот реально. Мы это ждали лет... А, хрен знает, сколько лет. Очень много лет. И разработчики взялись. Наконец-то! Я думаю, что это самые такие критичные обновления мы затронули, обсудили. Ребят, надеюсь, вам видос понравился. Что-то слишком долго он затянулся. Но если вы хотите, чтобы... Если мы там что-то пропустили. Если вы хотите продолжение, то лепите лайк. Давайте наберем здесь много лайков. И я запишу еще какой-то ролик. Ну и последнее, что бы я хотел сказать. О добавлении режимов. То есть разработчики сейчас прям вот взялись за то, что добавляют под каждый ивент, под каждый праздник. Специальный режим. Допустим, хоппера рельса, хорнета рельса, вас помолотый вот у нас будет на 8 марта. Что там еще? Ну, короче, именно такие вот тематические вооружения, где ты вот нажимаешь в бой и тебе выдается вот эта модификация. Вот эти два корпуса пушка уникальных. И ты играешь, воюешь. Довольно-таки прикольно. Я считаю, это будущее танка. И, наверное, каждый, кто играл в танки онлайн, получал звание в компании своих друзей. Вот примерно так. Так, я сегодня тоже попал, хоть я в 2021 году это снимаю, но примерно вот такой кадр был, начиная с 2012-2010, может быть. Ну, короче, всю историю танков. Поэтому прямо сейчас попали на звание двух легенд. Самое большое звание в игре. Итак, давайте. Мы пишем ребятам гоу, и они получают свои две офигенных легенды. Кстати, это сейчас они генусы, а будут легендами. Так, все. Пишем гоу, и я, в принципе, готов. Оп, 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 оп. И что это? Это типа они не убили, да? Но! Сейчас делает по выстрелу, и вылетает звание какое? Никакое. Никакое не вылетело. Получайте, ребята, девчата, хлопчики. Опа, первая легенда. Ну, почти синхронно. И вторая легенда. Поздравляю. У-у-у! Круто. Вот и голдбек. Вот заберите там уже поскорее кто-нибудь. Вот такой ролик получился. Я прям так окунулся в ностальгию. Вспомнили вообще всю историю игры. И хоть я в танках уже целых 8 лет, но игра все равно приносит удовольствие. Я до сих пор в нее играю. Сколько уже лет прошло? Лепите лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал BigTanks. Играйте в танки. Ловите голдбеки. Всем удачи. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok